Другим темам. В Новосибирске знают, как сделать искусственный алмаз, который не отличить от настоящего. В Институте ядерной физики САРАН проходит международная конференция. Физики, химики, биологи и медики со всего мира знакомятся с последними научными разработками. Елена Щербакова расскажет подробности. Попасть в бункер синхротронного излучения – большая редкость. Здесь круглосуточно проходят исследования. Сегодня первый день отпуска, именно поэтому журналисты могут знакомиться с оборудованием, не опасаясь за здоровье. Радиационный фон здесь нормальный. Вот вы видите, вот этот шарик висящий, похожий на грушу. Это радиационный датчик. Стоят экраны, которые показывают уровень. Уровень не превышает нормального. Но поскольку здесь ведутся работы с излучением, то посторонние в это время сюда просто жестко не допускаются. В бункере три станции. На этой разрабатывают методы калибровки аппаратуры космических аппаратов. Без такой процедуры ни одну ракету в космос не выпустят. Здесь изучают взрывы. Это может пригодиться не только для военного времени, но и для мирного. Вот, например, флюорография – это примерно за несколько секунд можно посмотреть состояние легких. Томография – это когда за десятки минут можно определить внутреннее состояние органов человека. Задачи очень подобные, только характерные времена – это доли микросекунды. Вот, оказывается, современная ускорительная техника с ее мощностями позволяет сделать томографическое исследование такого агрессивного объекта, как взрыв, ну, несколько раз за микросекунду. Больше 30 лет ученые трудятся над проектированием различных способов получения искусственных алмазов. В этой камере создают искусственные алмазы. Сюда ставят порошок, который при температуре 5000 градусов превращается в алмаз. На это уходит одна тысячная доля секунды. При этом по структуре такой алмаз от настоящего не отличить. Конечно, в институте алмазы не производят. Здесь занимаются исследованиями. Выпуск алмазов поставили на поток. Например, Бийский завод. Все разработки заимствуют в Институте ядерной физики СОРАН. Елена Щербакова, Константин Менин. Новости ОТС.